доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити уважаемые психофизиологи наверняка вы знаете что великий русский психиатр снежневский писал о том что психическое здоровье психическое здоровье любого человека зиждется на трех китах первый кит это целеполагание или цель второй кит это критика и третий кит это доверие доверие к самому себе так у него это было описано можете почитать первоисточники интересно то что это себя оправдывает во всех смыслах такой подход снежневского целеполагание страдает при шизофрении критика страдает при шизофрении и доверие к саму себе я уже много раз но наверное больше пяти может быть десяток даже раз записывал видео по этому феномену по этому вопросу целеполагание критика и доверие три кита психического здоровья если выпадает каким-то образом один из этих компонентов то человека можно назвать психически нездоровым но не об этом сейчас речь буквально недавно я не знаю не буду утверждать с точностью до минут часов месяцов и годов появился такой термин даже наверно не термин скорее всего а некая аббревиатура звучит она следующим образом чсв расшифровывается она очень просто как чувство собственного величия грубо говоря человек с короной на голове чаще всего это используется в определенной среде мужчинами по отношению к женщинам когда у женщины какие-то особенности их часто могут назвать тут и истерия тут и неврозы тут и все 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 всего 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 намешано современный феномен очень мне нравящийся тем что обобщает это аббревиатура чсв обобщает суть проблем современных женщин человек с короной на голове это же аббревиатура в общем то то есть разделение какое-то половое гендерное различие до между мужчинами и женщинами то же самое можно сказать и мужчинах только тут несколько иной феномен наверно это психопатия то есть возбудимая или тормозимого круга уникальная на мой взгляд она нигде не отмечена в литературе она не описана великими психиатрами я не существует в науке чсв но тем не менее аббревиатура термин и содержащий содержащийся ней очень наглядно демонстрирует многие современные черты человека как женщин собственно так и мужчин уникальная штучка на мой взгляд она обязательно войдет в историю рано или поздно попадет в учебники психологии чувство собственного величия содержит себе по снежневскому и отсутствие критики непонимание того что человек сам из себя представляет и его какое-то неадекватное поведение и неспособность поставить конечную цель и к ней каким-то путем то есть чсв современная не кажется она заслуживает этого переворачивает с ног на голову то о чем говорил вернее является современным отражением вот так вот сказать надо современным отражением того что писал снежневский то есть тут и отсутствие или невозможность поставить цель или же и не достигнуть и и в конце концов тут и отсутствие критики понимания человеком самого себя и какое-то повышенное раздражительное поведение и недоверие человека к саму себе тоже присутствует в этой аббревиатуре в термине чсв человек не доверяет самому себе ищет какого-то выхода из этой ситуации это выливается в какие-то эмоциональные эксцессы эмоционально возбужденное состояние поведение фразы слова критика в этом случае несомненно страдает то есть человек не понимает кто он что доминанта эмоционального состояния мыслительно-логическим в общем то несомненно присутствует силу своей природы у любой женщины наиболее выражено это имя верно у женщин меньшей степени у мужчин но мужчин несколько иное оно не менее значимое и важно но не похоже на женщин проявление чсв у женщин свое грубо говоря чсв у мужчин свое чсв чувство собственного величия недостаток критики эмоциональное проявление неадекватны цель неясна некая спонтанность и путанность мыслей неспособность выражать исследовать каким-то законом логики рассуждения причинно-средственным связям причина перемешивается в общем проявление болезненное конечно и главное при этом отсутствие критики непонимания человеком самого себя кто он что он плюс нарушение целеполагания чего он хочет чему стремиться и нарушение эмоционально-волевой сферы то есть нарушение эмоций поведение становится невзвешенным неадекватным только неадекватность уже по отношению к эмоции мира надо выражаться не совсем с той точки стоит а неадекватности именно от эмоциональное какое-то какие-то проявления которые они ведут человека не помогают человеку являются искажением его восприятие мира способностью воспринять мир таким какой он есть и как следствие непонимания не только самого мира как такового но и себя в этом мире что в общем то проявляется конечно повторюсь еще раз недостаточной критики по отношению к себе и окружающей действительности уникальный на мой взгляд удивительный по меньшей мере на данный момент феномен некоторое современное озвучивание того чем писал снежневский только он писал конкретно предмета конкретно предмет на цель критика доверия а тут это все трансформировалось 21 веке первой четверти 21 века трансформировалась вот этот самый термин чеслое вышедший не из науки но достойный того чтобы попасть какие-то научные труды исследования и так далее очень символично и очень необычно и очень современная то есть тут в этом случае не наука не стоит на месте а мир не стоит на месте и предлагает нам вот такое новое явление которое новым по сути не является то есть снежневский писал об этом еще в двадцатом веке новым это явление чесло не является является некой коллективной неосознанной находкой некая коллективная неосознанная находка того старого что было заложено изначально что было правильным верным и остается правильным и верным до сих пор то о чем писал снежневский а тут некая трансформация произошла с учетом времени современного общества социума появилось значение чеслое чувство собственного величия нарушение психической нормы это несомненно не норма не норма с точки зрения общества в некоторых случаях наверное это воспринимается как нормой как норма на самом деле таковым не являясь то есть это нарушение психическое нарушение любого человека с точки зрения науки которому это явление пока еще не принадлежит уверен это будет рассматриваться именно как не норма осовремененная трансформация того прошлого знания и опыта изложенная в работе снежневского осовремененная на этом пожалуй все вот такое спонтанное рассуждение о новом в нашем мире на этом все если будут какие-то вопросы споры милости прошу задавайте их буду рад подискутировать на этом все благодарю за внимание и удачи вам